Малый бизнес играет существенную роль в наполнении местных бюджетов, о чем глава района сказал, что 50% составляет в экономике района, но вместе с тем налоговая нагрузка, там пятый слайд покажите пожалуйста, налоговая нагрузка, она складывается довольно незначительней. И вот на слайде представлено, что если в 2010 году, например, по упрощенной системе налогообложения Белохоломецкий район показывал налоговую нагрузку по индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы выше среднеобластных показателей, по единому налогу на вмененный доход чуть ниже, То вот по 2011 году уже налоговая нагрузка сложилась ниже среднеобластного уровня. Поэтому, естественно, задача полегализации налоговой базы и полегализации заработной платы субъектов малого предпринимательства, конечно, стоит в текущем году и в последующие периоды. Поскольку вот налоги на совокупный доход, они сложились чуть ниже среднеобластного показателя, а в текущем году роста тоже существенно не наблюдается пока в течение пяти месяцев. С декабря 2012 года по апрель текущего года в Белохоломецком районе сняли с нового учета 109 индивидуальных предпринимателей, в том числе более 80% это предприниматели, которые сдавали декларации с доходами. И в районе, в текущем году работа проводилась по выявлению работающих физических лиц без регистрации, и было выявлено одно физическое лицо уже работало, и оно привлечено к регистрации. Эту работу непосредственно, конечно, надо продолжить, и задача в этом стоит. Следующий слайд покажите. Еще дальше. Вот. У нас за отчетный год 2012-й существенно возросла по области задолженность по налоговым доходам. И в текущем году тоже уже на 1 июня рост почти 29%. В настоящее время объем недоимки по налоговым платежам составляет более миллиарда рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Прирост недоимки, о чем говорил Владимир Матвеевич, сложился и по Белохоломецкому району. Особенно возрос по отчетному году. И недоимка текущего года, она чуть-чуть возросла, но снижение пока не ощущается. Поэтому задача тоже в районе стоит. Результаты работы созданных комиссий при администрации района я говорить не буду, глава об этом говорит. Но активизировать работу и повысить эффективность работы этих комиссий совместно с федеральными, особенно правоохранительными органами и контрольными органами из налоговой инспекции. Эта работа предстоит в дальнейшем продолжить и ее активизировать. Не совсем положительным фактором является высокая дотационность района. Вы видите, что в среднем у нас дотационность по муниципальным районам в 2012 году составляла 72%, в Белохоломецком районе почти 81%. Поэтому, как мы уже говорили, расширение налоговой базы и сокращение дотационности, это, конечно, должно уделяться большое внимание работе. Поскольку район дотационный, ежегодно район выравнивается по бюджетной обеспеченности. Вот на слайде представим уровень расчетной бюджетной обеспеченности. Он почти, это синие столбики на одном уровне. Но в то же время за счет областного бюджета, это красные столбики, приходится ежегодно увеличивать финансовую помощь муниципальному району. Вместе с тем, необходимо отметить, что район активно участвует в грантовых конкурсах и старается привлечь дополнительные дотации на стимулирование, которые у нас на уровне области применяются. Вот за 12-й год, поскольку рост фонда оплаты труда по району был высокий, то район получил грант в размере 700 тысяч рублей. В то же время, вот, есть над чем работать, это по показателям развития экономики муниципального района, где, естественно, помощь намного была выше. И также за счет роста коэффициента рождаемости, это задача реальная, о чем Никита Юрьевич говорил, за такие, как бы, высокие показатели, область стимулирует муниципальное образование. Также район поселения участвует и введено самообложение на это. Дальше слайд, пожалуйста. Вот, хочется отметить, что на протяжении последних лет Белохоломецкий район является одним, можно сказать, из лидеров. Вы увидите, пятое место все три года занимает по качеству бюджетного процесса. Это значит, что район находится на передовых позициях по сравнению с другими муниципальными образованиями по качественному управлению муниципальными финансами. Из-за этого ежегодно поощряются дотации на стимулирование. И вот вы видите, почти 2,5, более 2,5 миллионов рублей дополнительные доходные источники были привлечены дальше. Также активно район участвовал в областных целевых программах. Из 21 программы район участвовал в 12 и привлек более 42 миллионов рублей. По долговой нагрузке здесь, конечно, можно отметить тоже как положительный фактор, что долговая политика ведется очень умеренно. И на 1 июня район не закредитован. И складывалась долговая нагрузка ниже среднеобластных показателей. У меня все.